Миньюз хочет получить от Фейсбука личные данные около 6 тысяч человек, которые поставили лайк антитрамповской страничке Disrupt J20. Три модератора этой страницы призывали к протестам в день инаугурации Трампа и теперь попали в поле зрения расследования, которое пытается найти виновных в беспорядках, совершенных 20 января. Вчера общественная организация Американская ассоциация гражданских свобод подала исковое заявление, в котором обвиняют правительство в нарушении Конституции. По ее мнению, Миньюз пытается получить больше, чем необходимо, личной информации. К примеру, следствие хочет изучить профайлы тех, кто поставил лайк антитрамповской странице еще за неделю до выборов. Когда сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные о политической организации, которая находится в оппозиции к власти, это приводит к вмешательству в политическую деятельность, защищенную первой поправкой Конституции. Ранее Миньюз также пытался получить данные о посетителях сайта DisruptJ20.org, а их было почти полтора миллиона. Провайдер Хостинга оспорил эти попытки в суде, который, тем не менее, разрешил правительству получить от компании другую информацию о сайте. Не спешит предоставлять кое-какие свои электронные данные и Джаред Кушнер, недавно изятий советник президента, признался в использовании личного имейла для переписки с другими членами администрации. Однако умолчал о его существовании, когда предоставлял документы комитету по разведке Сената, ведущего расследования вмешательства России в президентские выборы и связи штаба Трампа с Кремлем. Это нормально, что комитеты хотят удостовериться в получении всех интересующих их документов. Со своей стороны мы изучили его почту и не нашли там ничего, относящегося к делу. Комитет был проинформирован об этом, когда мы представляли документы. Здесь нет проблемы. Однако, по словам членов комитета, об использовании Кушнером личного почтового сервера для работы они узнали из прессы. Поэтому вчера законодатели направили еще один официальный запрос, в котором выразили желание ознакомиться с перепиской. Из штаба спецпрокурора Мюллера, который ведет расследование российского дела, в эти дни просачивается не так много новостей. Источники издания сообщают лишь о кадровых изменениях. Так стало известно, что Лиза Пейдж, специалист по организованной преступности, покинула команду спецпрокурора и вернулась на работу в ФБР. ABC сообщает, что уход связан с окончанием ее задания. Кстати, новый начальник Лизы Пейдж, Кристофер Рей, вчера давал присягу в качестве директора ФБР. Примечательно, что Дональда Трампа на церемонии не было, что нарушает давнюю президентскую традицию. Благодаря этому Трамп избежал неприятных для себя встреч с уволенным и бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и с уже упомянутым спецпрокурором Мюллером, который также ранее был главой этого ведомства. У Трампа голова в эти дни болит о другом. Члены его администрации используют для полетов частные и военные самолеты вместо обычных рейсовых. Но углоплательщикам это влетает в копеечку. Президент уже сказал вчера, что не в восторге и что, естественно, недоволен произошедшим. Мы изучаем проблему, но хочу прояснить, что это не входит в обязанности Белого дома принимать решения относительно чартерных рейсов в федеральных агентствах. Кстати, министр здравоохранения и социальных служб США Том Прайс уже покаялся в содеянном, сказал, что больше так делать не будет и выписал чек на сумму 51 887 долларов 31 цент. Именно столько по подсчетам Прайса он должен налогоплательщикам за свои билеты. В интервью в Fox News он назвал этот шаг беспрецедентным, а также отметил, что все полеты были одобрены в соответствии с существующими правилами.